Это понятная политика. Здравствуйте. Запад долго говорил про свободу и права человека, но в итоге свои главные ценности использовал для оправдания вторжений войн. Выкачивали ресурсы, на интересы других государств плевали, грубо навязывали свои порядки в каждом крупном регионе планеты. Такая медвежья политика миру в конце концов надоела. Потребительская и циничная модель Запада логично стала давать серьезные трещины. Все больше стран хотят формировать и видеть новый миропорядок, свободный и демократичный. И пока одни в агонии продолжают толкать мир к Третьей мировой, другие объединяются в новые центры силы и требуют, чтобы с ними считались. Африка, Азия, Ближний Восток, Латинская Америка. Сегодня расскажем о том, какие блоки способны сыграть ключевую роль в новой реальности и где уже присутствует Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Итак, пока отдельные гегемоны стремительно деградируют, на планете немало стран, которые хотят конструктивно и плодотворно работать. В западной прессе про них не принято много писать, создавая иллюзию уже эфемерного однополярного мира. Сегодня мы не будем говорить про ЕАЭС, безусловно важный и знаковый союз. Затронем направление, которое вам, быть может, не так хорошо знакомо. Чаще всего аналитики выделяют геополитический триумвират организации ШОС, Брикс и Осеан. Начнем с первой. География объединения впечатляет от Атлантического до Тихого и от Северного Ледовитого до Индийского океана. Территория ШОС сегодня, включая наблюдателей, более 60% евразийского материка. Особенно важно это в нынешней обстановке геополитической турбулентности. Это то, что принципы, которые положены в основу ШОС, те принципы и ценности, которые мы продвигаем совместно на международной арене, являются глубоко востребованными. Больше того, все эти негативные процессы, развивающиеся на международной арене, они никого от ШОС не отвернули, а наоборот, притягательная сила организации только растет. ШОС зародилась в Китае в 96-м. Начиналось все с пяти стран. А сегодня это почти десяток государств, еще несколько наблюдателей. 3,5 миллиарда человек населения и пятая часть мировой экономики. Наша страна получила статус наблюдателя 8 лет назад, в 2015-м. В июле нынешнего года Минс подписал меморандум по вступлению в организацию. И хотя организация изначально создавалась как экономический блок, со временем геополитическая ситуация начала диктовать свою повестку. Добавились вопросы безопасности и военного сотрудничества. К слову, 20% мирового ядерного оружия находится как раз в странах-участниках ШОС. Нельзя обходить и слона в комнате. Среди членов организации есть и противоречия. Взять, например, Индию и Пакистан. Есть территориальные вопросы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Впрочем, Александр Лукашенко неоднократно отмечал, либо мы заодно, либо нас попросту уничтожат по кусочкам. Сегодня же мы видим полный слом всех правил и понятий. Поэтому неудивительно, что ШОС вынуждена еще более сфокусироваться не на вопросах экономики, а на проблемах безопасности и стабильности в регионе. Твердо отстаивая принципы построения справедливого мира для всех, без исключения государств, Минск на различных международных площадках постоянно проводит работу по поиску компромиссных решений и развязок. Гуманитарная работа, противодействие наркотикам и терроризму – это компетенции ШОС, которые расширяются все больше. Например, западные аналитики видят в организации угрозу и противовес блоку НАТО. Вот мнение из ЕС. Реальность такова, что Запад теряет преимущество. Давайте не впадать в панику, пока мы потеряли немного. И нет причин думать, что уже скоро мы перестанем быть самой развитой и богатой частью мира. Однако наша сила по сравнению с остальными будет постепенно слабеть. Нам не угнаться за остальным миром в плане демографии, а распространение технологий дает многим государствам возможность полностью модернизироваться и подняться в экономическом и оборонном плане. У них есть ШОС, есть БРИКС. Ни один процесс не протекает моментально. Мы говорим о проблеме не будущего года и даже не будущего десятилетия. Мир становится многополярным, и одной из ключевых ролей в этом процессе играет Азия, страны которой являются локомотивом мирового экономического роста. Фокус глобальной экономики и политики все больше смещается именно в этот регион. А потому в том числе в рамках ШОС важно не упустить время и развивать евразийское пространство. Об этом не раз заявлял и президент Беларуси. Несмотря на то, что две трети договоренности в рамках ШОС касаются сферы безопасности, в настоящее время направления взаимного экономического интереса расширяются. Это инициатива президента Беларуси об обеспечении продовольственной безопасности ШОС, увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, торговле услугами, транзитный потенциал Шанхайской организации сотрудничества «Туризм», использование потенциала ШОС для продвижения собственных интересов в сфере энергетики, главным образом в контексте введения в эксплуатацию БелАЭС, участие Беларуси в вопросах дальнейшего сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь». Знаменосец развивающегося мира и G7 для глобального юга и востока. Так окрестили журналисты организацию БРИКС. По сути, это брат-близнец ШОС с поправкой на Бразилию и Южную Африку. Сегодня в странных участницах проживает более 40% населения планеты. Государства объединения обеспечивают уже свыше 30% мирового ВВП. Кстати, сам акроним БРИКС с английского переводится как «кирпичи». И правда, кажется, такой фундамент приходит всерьез и надолго против однополярной постройки США. Один из главных проектов – замена доллара. Большинство экономик стран БРИКС до сих пор в значительной степени зависят от доллара. В то время как государства, попавшие под санкции США и их союзников, сильно сократили свои резервы долларов и решили заменить их золотом. То, что хотят крупные экономики стран БРИКС – это глубоко диверсифицированная глобальная валютная система. Нынешний путь бесперспективен. Если он постепенно и в течение некоторого времени не будет скорректирован, то коренным образом будет преобразован масштабным мировым кризисом. Отвязаться от доллара важно для развития государств мира. Отметим, что уйти от доллара и от ямайской валютной системы, конечно, дело не двух лет. При этом та же Африка в спайке с БРИКС создает свою платежно-расчетную систему, используя национальные валюты. Россия и Китай перешли в расчет в рублях и юанях. И это не единственный случай. И только вдумайтесь, уже треть мировой экономики обходится без вечно зеленых. Организация может представить запасы нефти БРИКС+, которые поставлялись бы таким странам, как Россия, Саудовская Аравия и Иран, чтобы остальные члены блока могли покупать ресурс у них, возможно, в национальной валюте. Такая идея была бы аналогично предложенной Японии глобальной системе газовых резервов для преодоления энергетических кризисов. Создание объединенных резервов БРИКС-Плюс помогло бы группе отразить санкционные действия, направленные на одну страну-участницу. Такие, как, например, прекращение торговли с Россией, инициированное Западом. В условиях кризиса и глобального раскола в геополитике на длинной дистанции выживет тот, у кого есть продукты и есть ресурсы. Газ, нефть, вода, свои вооруженные силы и знания. В совокупности все это присутствует в рамках крупных блоков. То есть они самодостаточны. А что же США, не поверите, но в действиях БРИКС они видят, цитата, угрозу свободному миру и капитализму. Причем подается это как военный союз России и Китая под видом экономического блока. Кому что, а мертвому припарка. С их точки зрения угроза сформулирована совершенно правильно. Это угроза свободному миру. Но они-то считают себя свободным миром. А все, что не входит в свободный мир, оно вообще в мире не помещается. И капитализму. Ну, в той или иной мере капитализм, видимо, классический еще такого типа британской империи, потом американского финансового неоколониализма, он же капитализм. Подходит конец, да, рынок останется, капиталы будут существовать, производственные, финансовые, человеческие. Человечество на этом держится. Но прежняя система, безусловно, заканчивается. И товарищи американцы очень и очень правильно делают, что комплексуют по поводу того, что БРИКС это организация, которая посягает на их доминирование. Кстати, и здесь наша страна прекрасно понимает, как быть. В конце июля Минск направил официальное обращение президента о приеме Беларуси в организацию. Стоит добавить, расширение БРИКС идет семимильными шагами. Так, представитель ЮАР в организации Анил Суклал заявил, что на вступление официально подали заявки 22 государства. Помимо Беларуси, это Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Судан, Иран, Аргентина, Мексика, Таиланд и многие другие. Такими темпами к 2030 году в составе БРИКС может быть 30 государств с общей экономикой в две трети мировой. Еще раз оговорюсь, речь идет именно о новом экономическом полюсе. Никто объединяться в военный блок не собирается. Оставим эту прерогативу США. Расширение БРИКС важно не для того, чтобы повысить номинальную значимость организации или заменить ООН. Это необходимо, чтобы государства имели возможность решать серьезные общемировые вопросы, которые не может решить одна страна или регион, пусть даже очень богатый. И третий кит нового полюса мира – ОСИАН. Знали ли вы, что, по мнению различных стратегических центров, именно Тихоокеанский регион считается самым взрывоопасным? Чтобы подобное не допустить, страны объединились в ассоциацию Юго-Восточной Азии. Главная особенность ОСИАН – отсутствие крупных геополитических игроков. Таиланд, Филиппины, Лаос, Индонезия, Сингапур – всего десяток стран договорились способствовать социальному и культурному развитию. Но главная фишка – это создание зон свободной торговли. Планы амбициозные. К 2030-му стать четвертой экономикой мира, в том числе за счет создания зон свободной экономической торговли с Японией, Китаем и Южной Кореей. Конечно, ОСИАН во многом завязан на Китай, что еще раз дает понимание, где зарождается новый центр мирового притяжения. Впрочем, и сами члены организации справляются неплохо. Средний рост торговли между блоками составляет 40% в год. Так, в 2021-м объем торговли – 21 миллиард долларов США. Прогноз 30 к 2030-му году. Камбоджа, Мьянма, Вьетнам. Пока Запад их называет третьим миром, они растут как на дрожах. Судите сами. Население блока почти 700 миллионов человек и преврастает в год в среднем более чем на 5%. Общая экономика – 2,6 триллиона долларов. А ведь еще есть сотрудничество с ЕАЭС. Азия именно – это тот регион, за которым сегодня будущее. Не случайно, что динамично развивается внутренний валовый продукт Азии. дает 5% приращения. А мировая экономика всего 3. Европа и Соединенные Штаты Америки и того меньше. То есть мы видим, что индустриальные центры Европы и Соединенных Штатов Америки угасают. А центры азиатских государств на сегодняшний день в значительной степени возрастают. Они перспективны и фокусируют в себе все мировые связи. Асян называют ядром интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для Беларуси и здесь важный приоритет. С учетом диверсификации рынков и поиска новых направлений для экспорта. Рынок крупный, да, где-то весьма конкурентный, но того не менее перспективный. Есть капиталы, есть небедные покупатели. В странах Асян располагаются штаб-квартиры более 200 компаний с годовым оборотом более 1 миллиарда долларов. Со всеми странами установлены дипломатические отношения. Открыты дипломатические миссии во Вьетнаме по совместительству в Камбодже, Лаосе, Мьянме и Таиланде. И Индонезии по совместительству в Малайзии, Сингапуре и Филиппинах. В марте 2022 года открыто Генеральное консульство Республики Беларусь в городе Хо Ши Миня, Вьетнам. Развиваются межпарламентские связи. Ситуация в области безопасности катастрофически ухудшается не только в Европе, но и во всем мире. Практика Запада по организации переворотов в странах и вводу санкций недопустима и несет в себе риски разжигания Третьей мировой войны. Об этом в разных форматах говорил президент Беларуси. Глобальные структуры должны формироваться на основе уважения и справедливого понимания. Исходя из подобных принципов, Беларусь готова дружить со всеми. Наш ответ на санкционное давление – активизация взаимодействия ШОС, БРИКС и ОСЕА. Заключение новых торговых соглашений и конструктивное взаимовыгодное сотрудничество со всеми, кто готов с нами дружить и работать. Как видим, в контуры нового мира Беларусь уже встроена либо через работу в блоках, либо через двусторонние отношения. И здесь стоит отметить стратегическое видение нашего президента. Так, о перспективах КНР Лукашенко говорил еще 20 лет назад и оказался абсолютно прав. Китай сегодня один из мировых лидеров, перспективный, приоритетный и стратегический партнер нашей страны. У Китая есть амбициозная цель – создание экономического пространства «Один пояс, один путь». Китай очень активно занимается продвижением этой идеи. И, так сказать, одно из магистральных направлений данного проекта – это Беларусь. В этом отношении китайско-белорусские отношения, они в настоящее время на подъеме. И все последние 10 лет мы видим динамическую картину расширения китайско-белорусского сотрудничества в экономической сфере. И получается вполне внятная и понятная картина мира. Как раньше – уже не будет. ШОС, БРИКС, АСЕАН с точки зрения экономики, политического влияния и перспектив – это даже не новый полюс мира, а новый виток его развития. Те, кого Запад буквально столетиями угнетал, сегодня получают шанс стать первыми. И крайне отрадно, что в этом будущем есть место и для Беларуси. Когда вы провозглашаете свободу и права человека основными ценностями, а потом оправдываете ими политику захватнических войн, разве это не лицемерие? Этому мы можем противопоставить идею справедливости, справедливого устройства мира, которое отвечало бы желаниям всех людей. Объединяться нужно не против кого-то, а за что-то. Пожалуй, в этом главное отличие новых центров силы от набивших оскомину западных агрессивных структур. Неудивительно, что много желающих вступить в ШОС, БРИКС и АСЕАН. Переход от доминирующего Запада к многополярному миру поддерживает все больше игроков. А это значит, что центры развития мировой экономики и политики все стремительнее переходят на восток. Это все более очевидно и, надеюсь, понятно теперь и вам. Счастливо. Продолжение следует...